В жизни города это одно из основных событий года. Перед краевой властью депутатами и жителями Краснодара глава Кубанской столицы отчитывается уже в шестой раз. Традиционные выступления итоги года практически по всем направлениям. То, что не уместилось в основной доклад, есть в таких вот специальных книгах, которые получили все участники заседания. Годовая история Краснодара здесь отображена на 80 страницах. На отчет мэра Краснодара в музыкальном театре собрались больше тысячи человек. О том, что это расширенная сессия, городской думы станет знаковой, не подозревал никто. С самого начала все шло по заданному регламенту. Владимир Явланов выступает с заготовленным докладом, который в этом году получился больше о проблемах. Однако в обзоре года и достижения в промышленности рекордные цифры в строительстве. В 2015-м введено более 2 миллионов квадратных метров. Но в погоне за масштабами многие застройщики забывают об инфраструктуре. И эту проблему мэр признает, тут же предлагая свой вариант решения. Я уже озвучивал предложение выработать единый принцип подхода к нормативному планированию жилой застройки, чтобы во всем идти от числа квартир. Мы уже внедрили это в отношении парковочных мест. И эту норму в ближайшем времени, я думаю, будем ужесточать. Точно так же по числу квартир можно планировать не только школы, детские сады, поликлиники, но и скверы, спортивные детские площадки, вплоть до площадок для выгула собак. В сфере строительства действительно накопились проблемы. В новых уже построенных микрорайонах не просто не хватает детских садов и школ. Чтобы возвести их, там просто нет места. Заглядывая наперед, уже губернатор Кубани высказывает свою точку зрения. Сегодня нужен адаптированный современными задачами и сегодняшними проблемами генплан Краснодара. Адаптированный сегодняшними проблемами. Все честь на самом деле развития города, потенциал развития города. Там, где если запланировали промзона, она даже будет промзоной и никогда уже в жилье не превратится. А если где жилье, то значит жилье, никаких там больше складов или каких-то промзон наоборот появиться не должно. Город с каждым годом прирастает не только квадратными метрами, но и новыми жителями. В Краснодаре сегодня более миллиона ста тысяч человек. Это данные Федеральной миграционной службы. Но вот она обратная сторона медали. Все расчеты и нормативы сегодня на официальных 944 тысячи горожан. Как следствие, целый список проблем. От дефицита энергоснабжения до восьмибальных пробок на дорогах. Но как разрешить эти вопросы, зависит только от позиции главы города. Не я, не мои коллеги. Мы не собираемся принимать какие-либо решения за мэра. У любого мэра и Краснодара, и любого города, края свой взгляд. Свой взгляд хозяйский на развитие города или муниципалитета. Главное и самое основное. Когда интересы города и городоначальника совпадают с интересами горожан, тогда будет все нормально. Мы научились разъяснять жителям позицию муниципальной власти. Убеждать общественность в той или иной своей позиции. А не проще ли вовлекать общественность в процесс принятия решений власти? Я к жителям сейчас Краснодара обращаюсь. Все должны перегрузиться. Это наш город. Если он наш, значит он твой, он каждого. Будьте активными, активными. Вот и все. Позиция должна быть гражданская. По регламенту на заседании заложено время и на вопросы из зала. В адрес работы мэра не только сегодня. В последнее время действительно немало критики. Но еще больше кажется звучит слов поддержки от горожан. Это признает и глава края. Надо отдать должное Владимиру Радовичу, что когда я с ним был на сходах, на самом деле ему не раз приходится слышать совсем не лицеприятные вещи, и критику, и крик. И он умеет, конечно, держать удар, умеет держать позицию. И не каждый это может. Но каждый может критиковать. Хорошо там, где нас нет. А попробуйте сядьте в кресло мэра и решите эти проблемы. Проблем, как и в любом большом городе, конечно же много. Но говорили сегодня не только о них. У Краснодара богатый опыт по развитию электротранспорта, который высоко оценили в масштабах России. В этом году даже планируют создать собственное производство трамвайных вагонов. Еще одно важное событие – открытие выставочного комплекса «Экспоград-Юг». А это значит город сохранить статус деловой столицы Юга. В краснодарских школах больше половины учеников обучаются по новым федеральным стандартам. А 8 лицеев и гимназий сегодня входят в рейтинг 500 лучших. Жизнь города не стоит на месте, но может развиваться еще быстрее, подводит итог Вениамин Кондратьев. И делает неожиданное даже для самого мэра предложение – представлять интересы краевого центра на более высоком уровне. Сегодня городу нужна перезагрузка, мощное движение вперед. И городу нужен ваш опыт. Очень сильный, мощный опыт, который приобретен именно десятилетиями. Усилиться мы должны и на федеральном уровне усилиться. Везде мы вместе должны сплотиться. О чем я говорю? Вы понимаете, при всем уважении и ситуации вы сегодня очень мощно и многое сделали для города. Предлагаю вам все-таки баллотироваться в Государственную Думу по Краснодарскому одномодатному избирательному округу. И сделать Краснодар еще краше, еще удобнее и комфортнее для проживания. Я вас благодарю и за добрые слова, и за критику, которая была сказана. Я объективно понимаю то, что сегодня и необходима перезагрузка, и необходим, может быть, и новый подход к решению многих вопросов. Сегодня они стоят остро, поэтому, в принципе, в любом случае, я буду, где бы ни был, продолжать заниматься теми вопросами, которые я знаю, где я могу помочь решить городу вот эти проблемы. За время, которое Владимир Явланов у власти, а это 12 лет, Краснодар действительно заметно преобразился. Правительством России кубанская столица была признана самым благоустроенным городом в стране. В интегральном рейтинге крупнейших городов, по мнению института «Урбаника», Краснодар на втором месте, а по качеству жизни он входит в пятерку лучших. Но главную оценку изменениям дают сами горожане. Последний год, он в довольно сложной экономической обстановке происходит, но все равно администрация города делает серьезные шаги по развитию социальной сферы, дорожной сферы. Мы очень привыкаем к хорошим быстрым изменениям. И самая честная оценка развития Краснодара не у нас, а у тех людей, которые приезжают, например, раз в год, либо лучше раз в два года. Вот приехал, о, ничего не было, приезжаю, бац, такая красота. Набережная была в Краснодаре? Не было. Где Кубанская набережная? Здесь была грунтовая дорога с ямами мне по пояс. Сегодня это прекрасная улица, где каждый вечер, каждый день гуляют мамки с колясками, с детьми. И велосипедная дорожка. Те люди, которые живут в городе давно, и те, которые приезжают сюда, они просто часто, они видят реальные колоссальные изменения. Безусловно, время работы Владимира Лазаревича Ивланова – это время такого расцвета города Краснодара. Наш город преобразился, он стал действительно таким европейским, столичным. МОБ КТТУ смогло выйти на некий другой уровень, и реализованы очень многие программы. Потому что при всей той критике, которая существует не только главы, но и конкретно КТТУ, мы можем подтвердить о том, что у нас действительно на данный момент лучший трамвайный путь в России. Мария Крошина, Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань-24, Краснодар.